МОЛОДАЯ ГРУППА МОЛОДАЯ ГРУППА Весной 1982 года группа «Кино» приступила к записи своего дебютного альбома, которое проходило на студии Андрея Тропилла в Доме юного техника под руководством Бориса Гребенчакова. В процессе записи участвовали музыканты из группы «Аквариум», совместно с которыми группа «Кино» дала свой первый концерт в Ленинградском рок-клубе. К лету альбом был полностью завершен и имел продолжительность около 45 минут, откуда и произошло название «45». Зимой этого же года коллектив был принят в Ленинградский рок-клуб, а уже осенью состоялась запись таких песен, как «Весна» и «Последний герой» в студии Андрея Кускова с участием барабанщика группы «Зоопарк» Валерия Кириллова. Однако запись была забракована и не получила дальнейшего распространения. Виктор Цой сам забрал ленту с записью, что стало одним из факторов в формировании мифа вокруг этих песен. Позже, после смерти Цоя, песни были переизданы и получили широкую известность, став незабвенными хитами. И все кричат «Ура!» И все бегут вперед, и над этим всем новый день встает. Субтитры создавал DimaTorzok Весной 1983 года из-за разногласий с Цоем группу «Кино» покинул Алексей Рыбин, а его место занял известный на тот момент лишь в узких музыкальных кругах талантливый гитарист Юрий Каспарян. Все лето прошло в непрерывных репетициях, итогом чего стала запись совместного альбома под названием «46», изначально задумывавшегося как демоверсия для проекта «Начальник Камчатки». Однако запись была скопирована на пленку Алексеем Вишней, другом группы, и распространена среди знакомых. Как результат, «46» получил широкое распространение и был воспринят как полноценный альбом. ПЕСНЯ 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 Виктору Цою приходится пройти обследование в клинике для душевнобольных святого Николая Чудотворца. В советское время это заведение было известно как городская психиатрическая больница номер 2. В повседневном обиходе – просто пряжка. Там Цой пробыл около полутора месяцев. Хотя лечащие врачи и заподозрили обман, Виктору удалось избежать призыва. После выписки из лечебницы Цоем были написаны песни «Транквилизатор» и «Я иду по улице». Ко второй половине 1984 года был сформирован второй состав группы «Кино». В этот состав коллектива вошли Виктор Цой, Юрий Каспарян, Георгий Гурьянов и Александр Титов. Весной 1985 группа «Кино» стала лауреатом третьего фестиваля Ленинградского рок-клуба. В это же время ребята приступили к работе над альбомом «Ночь». Однако процесс записи затянулся из-за желания создавать композиции с использованием новых музыкальных приемов. Несмотря на приложенные усилия, альбом «Ночь» так и остался незаконченным. Вместо этого Цой приступил к записи следующего под названием «Это не любовь» в студии Алексея Вишни. Запись сборника удалось завершить всего за неделю с небольшим. К осени альбом «Это не любовь» был сведен и успешно распространился по всей стране. А следом подоспел и альбом «Ночь», включавший в себя такие известные песни, как «Мама анархия» и «Видели ночь». Параллельно с выходом альбомов росла и популярность Виктора Цоя, и уже в феврале 1985-го на четвертом фестивале рок-клуба «Группа Кино» была удостоена диплома за лучшие тексты. Этот период стал очень значимым для успеха группы и укрепил статус Цоя, как одного из ведущих рок-музыкантов того времени. Однако, несмотря на все достижения и растущую популярность, Виктору Цою пришлось вначале поработать уборщиком в бане на проспекте ветеранов, а затем кочегаром, вставшей легендарной котельной под названием «Камчатка» из-за действующего в СССР закона о тунеядстве, требовавшего от молодых людей иметь официальную работу. Известен случай, когда в ходе общения с аудиторией Виктору Цою был задан вопрос из зала, считаете ли вы себя звездой ленинградского рока, на который музыкант отшутился, ответив, что трудно считать себя звездой и продолжать работать в котельной. Камчатка Камчатка Камчатка